После подписания контракта Века в 1994 году и первой добычи нефти с платформы Чирак в 1997 году, ключевой задачей стал поиск возможностей экспорта нефти на мировые рынки. Имеющиеся на тот момент проекты, такие как северные и западные маршруты, не позволяли транспортировку в больших объемах. В связи с этим было принято решение о создании проекта нефтепровода Баку-Табилиси-Джейхан. Трубопровод общей протяженностью 1768 километров, имеющий пропускную способность в 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки, является важнейшим проектом для транспортировки Каспийской нефти на мировые рынки. Важность данного проекта была не только в реализации нефтяного потенциала, нефтяного экспортного потенциала Азербайджана, а также диверсификации экспортных маршрутов для наших соседних стран по Каспии тоже. В разные периоды по Баку-Табилиси-Джейхан были экспортированы разные объемы казахстанской нефти и туркмянской нефти. Но самое главное, проект Баку-Табилиси-Джейхан позволил нам, Азербайджану, диверсифицировать свой экспортный маршрут и тем самым диверсифицировать энергетическую безопасность. В связи с опасениями по поводу безопасности нефтяных танкеров в Чёрном море, компания BP решила временно приостановить трубопровод, доставляющий нефть на Черноморское побережье Грузии. По заявлению компании она перенаправит экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Табилиси-Джейхан. «Есть определенные затруднения в продаже нефтяных ресурсов в Чёрном море. Соответственно, учитывая данную ситуацию, мы провели временное решение экспортировать все наши экспортные ресурсы, баррели через Баку-Табилиси-Джейхан. На данный момент временно Баку-Табилиси-Джейхан не работает, но это мы надеемся, что временное решение и в скором будущем будет возможность возобновить операции по Баку-Субса тоже». Отметим, что с начала ввода в эксплуатацию трубопровода Баку-Табилиси-Джейхан было транспортировано 518 миллионов тонн нефти, из которых 463 миллиона тонн или 90% пришлись на азербайджанскую нефть. Фарид Адилов, CBC. Продолжение следует...